Здравствуйте! Меня зовут Светлана Налетова, я садовод. Я рада приветствовать вас на своем канале Сад без секретов. Сейчас уже октябрь, конец сезона и, казалось бы, нам, садоводам, на своих участках делать-то нечего. Можно спокойно отправляться по домам. Но не тут-то было. Эта ситуация не касается любителей декоративных растений, потому что уже сейчас, в начале октября, необходимо готовить к зимовке красавицы розы. И сегодня своим способом подготовки роз к зиме, первым этапом подготовки, с вами поделится биолог Эльвира Садовая. Начинаем подготовку роз к зиме. Делать это нужно еще при плюсовых температурах. Осенью частый гость в нашем саду грибные заболевания. Это множественные гнили, парши, пятнистости. Чтобы обезопасить наши розы и другие кустарники и деревья, мы можем использовать различные фунгициды. Фунгициды это средства против микроорганизмов, против грибков. По зеленому листу мы можем использовать препараты системные, которые через зеленый лист впитываются во все органы и ткани растений и длительное время их защищают. Такие препараты, например, как фундазол, прогноз, скор, топаз, их мы используем по зеленому листу, пока еще у роз есть листва. После того, как мы начали готовить розы к зиме и удалили всю листву, мы можем использовать контактные препараты и обрабатывать ими побеги и почву вокруг куста. Допустим, медь, содержащая препараты это абига пик, хом или бордоская жидкость. С чего мы начнем? Мы начнем с того, что нельзя делать уже при наступлении морозов, то есть удалять листья и пригибать веточки роз к земле. Почему нельзя будет это сделать в холодное время? Потому что древесина будет хрупкая на излом, и мы можем повредить ветки и отломить их совсем. Что нужно удалить у розы, которую мы готовим к зимнему сезону? Обязательно нужно удалять плоды, чтобы избежать загнивания. И обязательно нужно удалить все листья. Для чего мы это делаем? Листья могут загнить, они не опадают у розы самостоятельно. Эти гнили могут повредить сам стебель. Обрывать листочки ни в коем случае нельзя. Так мы можем повредить почку, которая здесь в состоянии покоя находится в пазухе листа. Поэтому или острым секатором, или острыми ножницами мы срезаем абсолютно все листочки с розы и оставляем только вызревшие стебли. Вызревшая древесина зеленого цвета. Если мы посмотрим на другой побег и увидим, что у него розово-красный оттенок, этот побег не вызрел. Он, к сожалению, не перезимует. Поэтому без сожаления с ним расстаемся. Можем обрезать всю эту макушку, потому что эти побеги, к сожалению, не смогут перезимовать. Они не одревеснили. После удаления листвы куст должен выглядеть так. Обычно приходится очень много трудиться, удаляя каждый листик и при этом не повреждая спящие почки. Поэтому обрезку листьев лучше проводить заранее, по еще плюсовой температуре, чтобы было комфортно работать и чтобы вы точно успели все сделать. Когда наш куст розы полностью освобожден от листьев, мы должны сделать следующее обязательное действие. Те побеги, которые гнутся, пригнуть к земле максимально низко. Для чего? Чем выше побег, тем меньше вероятность, что он перезимует. Поэтому не ломая, а аккуратно пригибая, добиваемся максимально низкого положения побега, а затем его фиксируем. Фиксировать можно разными предметами. В данном случае мы используем металлические скобы. Очень важно, чтобы мы прижимали ветви не к земле, потому что земля это источник почвенных микроорганизмов, которые могут вызвать гнили у побега. Поэтому мы не можем положить побеги роз на голую землю. Мы можем использовать укрытия, желательно пропускающие воду и воздух. В данной ситуации очень хорошо подходит геотекстиль, агроспан. Любой материал, который синтетического происхождения, он сам не гниет, пропускает хорошо воду и воздух. Это важно при условии наступления оттепелей. И в то же время он не дает контактировать веточкам растений с почвенными микроорганизмами и не дает им загнивать. Часто мы наблюдаем, что основания побега в роз укрыты. Обычно они засыпаны горкой опилочками или же землей. На мой взгляд, здесь правильно подмечена мысль садовода о том, что нужно потеплее, понадежнее укрыть корневую систему, место прививки и основание куста. Все верно. Но для этой цели лучше всего подойдут материалы, которые не гниют, пропускают воду и воздух. И лучше всего для этой цели использовать остатки геотекстиля. В данном случае у меня геотекстиль размером 200 микрон. И я его аккуратно разложу в основании куста. Для чего я это сделала? Я это сделала для того, чтобы основание куста всегда находилось в тепле. Частично повышаю температуру корневой системы. И этот материал, я уверена в нем, что он не сгниет и что он отлично будет пропускать воду и воздух, что очень важно в течение всего зимнего периода. А оставшаяся надземная часть, она у нас пока что открыта. Она открыта до какого периода времени? Примерно до наступления температуры минус 10, минус 8. В течение недели должно быть минус 10, минус 8, минус 5, чтобы побеги роз прошли закалку. В процессе закаливания у роз образуется большое количество углеводов и тратится большое количество воды. И это очень важно для того, чтобы розы качественно пережили зиму. Также нам очень важно оставить как можно большую часть побегов. То есть обрезаем только листики и невызревшие побеги и плоды или недоразвитые соцветия, если они есть. Все остальное обязательно остается на кустике. Это для того, чтобы весной куст не тратил сил на наращивание побегов, а уже сразу в начале лета начал пышно цвести. Мы пригнули низкие виды роз. Это почвопокровные флорибунда, у которых побеги очень пластичные, которые легко прижать к земле. Но что же делать с чайными или чайно-гибридными розами, у которых побеги в принципе не хотят наклоняться. Если мы будем их отгибать, мы рискуем получить отлом, отломить побег прямо у его основания. К сожалению, такие розы мы пригнуть не можем, но и сильно обрезать их категорически нельзя. Нам важно оставить как можно больше надземной части растений, как можно большую часть побегов. Для чего это нужно? Чтобы у растения также было питание на зиму, потому что в этих побегах содержится большое количество углеводов, которые будут питать корневую систему зимой. Поэтому, работая с чайными и чайно-гибридными розами, мы обрезаем их только на ту высоту, на какой нам их удобно укрывать. Допустим, на высоту 50-60 сантиметров, не ниже. Категорически не рекомендуется обрезать осенью розы ниже высоты 50 сантиметров, если это крупные кусты чайных или чайно-гибридных роз. На мой взгляд, лучшим материалом для укрытия роз является вот такой геотекстиль, достаточно плотный, плотностью 150-200 микрон. И мы обязательно укроем этот кустик целиком, пригнуть мы его не сможем. Сделаем акцент на укрытии именно корневой системы и основания куста. Обязательно зафиксируем концы. Но сделаем мы это не сейчас, а лишь тогда, когда наступят уверенные отрицательные температуры. Потому что розы на самом деле могут кратковременно без укрытия выдержать температуру минус 25 и ниже. Но кратковременно. Не будем лишать своей розы возможности пройти закалку и естественным путем подготовиться к зиме. Поэтому категорически не рекомендуется укрывать розы до наступления температуры минус 10. Причем температура такая должна продержаться как минимум неделю. Чтобы наши розы перезимовали успешно, нам нужно начать подготовку к зиме с июля месяца. Что мы делаем в июле, в августе и сентябре? С середины июля мы начинаем давать подкормку, содержащую большое количество калия и фосфора. То есть осеннее удобрение для роз. А начиная с сентября месяца мы все подкормки плавно завершаем. Важно обязательно следить, чтобы даже осенью кусты роз были хорошо политы. Это называется влагозарядковый полив. Растениям обезвоженным, в которых ни в стеблях, ни в корневой системе не хватает влаги, им очень тяжело зимовать даже с правильным укрытием и с качественной обрезкой. Напоминаю, что это всего лишь первый этап подготовки роз к зимовке. У нас еще с вами в запасе приблизительно месяц. Только в начале ноября мы на Урале окончательно укрываем свои красавицы розы на зиму. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Сад без секретов. А в комментариях я предлагаю обсудить, каким способом укрытия роз на зиму пользуетесь вы. Удачи!